доброго тречка сегодня чудесный солнечный день жаркий поэтому она мне шляпка и вообще много всего на мне сегодня какие-то веселые боссы захотелось надеть в общем что-то такое что почувствовать что ну прямо лето лето так оно и есть я думаю там полностью распустились все пионы поэтому мы идем сегодня ботанический вместе со светой как всегда гуляет болтать и наслаждаться все вот этой красотой у кого есть время присоединяйтесь ну вот мы их саду мороженое съедено поэтому язык еле поворачивается от у нас цвета и мы любуемся вот этой красотой и надо спросить цвета какие они вообще любимые цветы может мы не тем любуемся нет я люблю пионы у меня в саду были пионы вот мои конечно любимые розы на пиона тоже хорошо нет пионы однозначно даже них не хуже роз а кстати роза же могли уже расцвести или нет еще рановато они июльские нас еще еще нету у меня не нет еще маленьким ну какая красота очень надо нам еще учить я смотрелся и прям это просто какое-то сказочное волшебство но пахнут кстати не все и не очень но эти не красивые просто серединка это их так много они все направлены в одну сторону до смотрим мышка на солнце так красиво невероятно просто какими еще посмотрим на какие темно-бордовые вот те красивые но тебя сейчас я подойду к ним они пышные громадные шапки их немного но впечатляет не знаю передаст али цвет ну вот они гигантские такие птички тут стараются поют все это поставьте руку чтобы было видно какой величины вот такой вот до больше руки ладони данный полный там весь эти на еще под цветут это тоже 1 и вот он главное чтобы дождя не было потому что дождь эти головки собьет не тяжелые но он их намочит и все так было сиренью расцвела все ветер сильный дождь и все попадала жалко да ай красота красота у меня уже дома три дня стоят те которые я купила два были распустившись одна головка нет будут осыпаться уже чувствую уже так на последнем издыхание но все равно настолько и так они пахнут и когда оставляю на ночь в комнате не уношу на кухню я прямо засыпаю под этот запах и просыпаюсь может мы мороженое переели у нас что-нибудь там отморозилась надо вот розовый нюхать вот розовый прямо на расстоянии пахнут они просто на расстоянии пахнут так я так чувствую что они пахнут не надо все мороженое больше не наливать роботы пылесосик подстригатель да он всегда эту лужейку подстригает тут бедная травка не имеет никакого шанса вырасти до выжить потому что тут круглое лето крутится но они пахнут даже на расстоянии не знаю может у меня что-то притупилось такой нежный 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 аромат за жары тоже они в прохладе они больше пахнут беленькие какие красивые и вот там за белыми тоже такие буквально двухцветные краешками красота сейчас больше особо некуда идти в ботаническом еще рододендроны отцвели розы не зацвели и поэтому вот пион это самое то место где можно тут бродить какие красивые тоже на фоне этого ну да вот в сочетании хорошо и очень много пчел на них собирает мед это интересно что за растение у меня тоже около подъезд два куста таких есть но жалко они так быстро отцветают и все а вон ирисы тоже такие красиво смотрятся эти луковицы мне тоже нравятся оригинальные очень декоративные он жук крыса улетел блестящий зеленый жук так гудит один раз вечером залетел в комнату я думала что это какой-то это большой иногда огромная оса такая вот так гудит прямо как вертолет поймала его и отпустила сегодня очень жарко на солнце очень прессует а вот там тоже нежно-розовые такие буквально полные такие как махро как роза да что-то в них есть похоже на розу да нет дайте но они правда смотрят все в нашу сторону тоже они поворачивают головки к солнцу что странно казалось бы и так весь солнце заливает вообще все это место они смотрят туда это как мушенцы она моя собачка ищет солнышко даже когда 30 градусов дома она будет искать солнце на нем лежать мне так нравится тут уже один уже не выдерживает да еще там два ну нет но есть запах нежный такой очень не яркий нежный но есть нельзя сказать что не пахнет ну конечно не как сирене или там не как что-то еще такое резкое но мы тут все перенюхаем красивые очень очень красивые то я сочетам от вдали нежный розовый куст большой интересно что это такое сейчас мы тут уже достаточно зажарились пойдем прогуляемся к тому кусту посмотрим что это там тебя что это там не дополивают наверное арда по сегодня была опять видела как там ужасно поливают цветы прямо берут шланг и все кактусы вот сверху прямо водой это ничего кактусы ничего не сделайте туда а есть другие которые до не любят когда на листьях вода господи это производство им это да да лампа есть который вообще не поливаю да там галакси немного завезли новеньких из новеньких и на улице очень много красивых всех вот этих которые уличные цветы там в горшках подвесных там и всяких разных вот эти мне тоже нравится очень красиво что же там интересно за розовый кустик такой ничего мы до него дойдем посмотрим потому что это точно не рододендрон а что-то такое непонятное а тут какие-то мелкие ирисы ярко все красиво лоточек на голову будем надевать надо немножко я чувствую так припекает я вообще не люблю вот таки ни платков ни шляп но здесь уже чувствую немножко ну да хотела хотела купить большую но потом подумала если съем мороженое и тяжело носить и если съем мороженое то так быстро не захочется пить прочла профессор бакерия сказал что иногда можно пить газированную воду что вот эти пузырьки убивают бактерии ненужные да так что стало себе позволять мы говорили ни в коем случае но не все время сначала говорят нельзя потом говорят доктор бакерия такой можно уважаемый дерево опять одета тебе не жарко она в тенечке ему не жарко но зато на красивая очень мне нравится когда так сделано инка кто-нибудь детишки даже может вязали какие-нибудь школьники сейчас ничего особо не цветет просто погулять подышать воздухом отдохнуть релаксироваться сейчас эти полевые травы к лигуа должны по зацветать всякие разные так как я жила около речки в центре и вот мы на поле пойдем и действительно чего там только не было и эти гвоздички какие-то вот и ночная фиалка тогда она законом не охранялась сейчас она охраняется законом ее нельзя рвать идем к розовому кусту просто посмотреть что это такое вообще какой-то он такой интересный даже говорить лень хочется так где-то упасть и лежать в шезлонге или просто на траве нет в шезлонге на траве ну вот я тоже я сразу когда думаю о траве я сразу начинаю думать о всяких насекомых которые там ползают и в общем этом полно да я вам дочь позвонила говорят у внучки в школе была нигде не на никуда не ходила и вдруг пожалуйста на животе ничего себе так вот что вот это такое красивенькое розовенькое цветов много очень запаха почти нет никакого но что-то интересное листики на что похоже с точек похож на жасмин да на чебушник может это какой-то вариант меня сейчас будет расцветать на ночи махровый около подъезда жасмин вот вполне возможно вот нам все там писали что у нас не жасмина у нас чебушники в латвии но мы привыкли просто называть их жасмином потому что запах наверное такой вот жасминовый поэтому уже пускай будет жасмин да чебушник у нас вообще не принято я никогда не слышала чтобы кто-то говорил чебушник хотя может быть это именно он и есть это по правильному где-то здесь всегда вот эти дикие пионы росли древесные но сейчас то ли они уже успели от свести вот за этим кустом то ли они еще них не зацвели потому что вот само деревце вот она вот это вот вот этот кустик это есть древесный на или потому что старенький или не успел во время или еще что-нибудь случилось в общем не расцвел или уже расцвел это хосты и они там около входа в оранжерее там их много разных тоже не вот такое они если с ними не это как говорится их не удалять часть они забивают все так если хотим в тенечку лет есть теневая скамеечка можно чуть-чуть посидеть дам поболтать такой теневой уголок под магнолиями которые уже отцвели одно здесь так очень мило сядем сейчас где-нибудь на какой скамеечку совсем теневую или где все-таки есть хоть чуть-чуть солнышко проблеск какой-то будет где-то подсвечивать нас как здесь хорошо посидеть поболтать еще не хватает но тебе чашку чаем и чаш да 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 нам пожалуйста этот столик накройте нам пожалуйста кофе и вообще света расскажите о своих успехах в продаже всяких чашек и прочего я решила ну как бы такую бурную деятельность закончить с парфором вот учитывая мой возраст и учитывая то что мои дети живут не здесь вот я решила с большей частью расстаться ну и даже честно говоря не жалко вот не жалко я не загибают цены люди очень довольны прибегаешься купили дешево как я раньше была довольна что-нибудь куплю дешево так прямо радостно думать надо же я так дешево купила вот пусть радуется пусть я порадовалась теперь пусть они порадуются так что буду продолжать конечно это хлопотно это надо выставлять описывать потом тебе человек пишет если в наличии пишешь да есть наличие в каком состоянии пишешь все окей вот а где вы живете и вот идет такая вот переписка вот так что но ничего я даже везу и подальше кому-то вот раз я хочу от этого избавиться значительно мне надо больше стараться но они же хотят купить так что они не тоже могут постараться по всему городу ездить с этими чашечками и блюдечками ничего вон вчера мы встретились как удачно все вчера до остановки все на 1 старое ехала в город там еще одна женщина уже ждала меня все раз отдала то есть интерес к посуде все равно остается особенно остается конечно я и буду и смотреть и может быть что-то что я не вытерплю куплю что-то вот то что мне очень понравится но уже как я начинала как наверное все когда начинают они немножко берут не то что нужно ну просто хватаем все что его покажет играть и вот у насытишь это первое чувство вот а потом ты уже начинаешь более разбираться в марках вот видах я даже сейчас иногда рижские сервизы вот некоторые не могу похожие имена я не могу их различить а есть люди которые вот так раз взглянули и различили вот рената один раз мне прислала сливочника говорит не знаешь я не знаю там сидела и сидела и думаю где я это видела потом вспомнила думаю мне какая-то чашка такая похожая вынула ну да конечно это но такой не это он встречается но не часто ли я называется я и пишу это от сливочник ли я вот так светочка какие у вас любимые марки вот если бы была возможность вот собирать вот конкретно такой одной марки или двух какие бы вы выбрали вообще какой страны и какие у вас любимые в общем марки я конечно западала на немецкий фарфор но как я определила что чехословацкий фарфор ничуть не хуже очень красивый и очень хорошие по качеству меня есть там несколько вещей которая старая чехословакия вот чехословацкий красивый сервис красивый фарфор вот мне нравится фирма кайзер но это конечно крутая очень фирма вот мне нравятся фазы из этого бисквитного фарфора они конечно у него почерк очень узнаваемый но очень красивые вазы вот у меня тоже по моему 1 есть так тоже по случаю купила вот потом но мне нравятся рижские какие ну конечно вот это 50-х 40-х годов кузнецов наши рижские очень красивые сейчас у нас очень как говорится в фаворе российские там же такие ручная роспись часто да российский говорить нечего там гарднер это вообще моя мечта думаю ну хоть бы что-нибудь попалось гарднера но один раз я увидела она была во-первых вещь с дефектом и очень дорого вот да про российские это отдельный разговор российские вообще фарфор украинский это очень красивый фарфор вот короче мы пришли к тому что все хорошие нету таких чтобы вот выбрать до добыш да и красивые сервиз у меня там есть несколько которые мне очень нравится украинский сервиз ой это фарфор очень разнообразный очень и по яркий и по форме да он яркий может быть вот у нас латвийский нравится опять же россиянам что у нас более так сдержанно все вот а это украинский фарфор очень красиво очень жалко что многих уже фарфоров паббик тоже нет остается только ширпотреб китай хотя они тоже иногда делают очень красиво они очень дороже могут подделывать да вот старину такие вещи выпускает мне попадались очень красивые даже не скажешь они сейчас эти статуэтки выпускают тоже статуэтки ну тайвань там статуэтки конечно это уже там сразу видно что это тайвань вот а китай есть которые выпускают очень красивые статуэтки и порой если нет клемма даже специалисты иногда не могут отличить только поскольку мы никак не можем добраться до вас и показать что там в коллекции тогда хотя бы скажите что у вас самое дорогое вот ну если вы знаете конечно цену примерно что у вас в вашей коллекции фарфора самое дорогое но такое одиночное есть одна ваза велерои бог она со старым клеймом вот ну и я посмотрела она стоит 140 евро вот ну вот это и за такой одиночные а так наверное нет у меня такого чтобы прямо вот такая цена была ну да там 18 18 веков такого ничего наверно нет там есть чернильница которая осталась мужа родителей может быть она вот 17 века и этот раз я привезла со швецией тоже она я думаю антиквариат ну вот чернильница ну нет ну как-то соберемся соберемся сейчас просто у меня начинается пора приезда детей вот нужно как-то подготовиться все им встретить ну да так что самое приятное время будет ноченька моя закончила школу был у них выпускной не такое было красивое платье просто прелесть жаль что я не была но мне младшая успокоила говорить мама организация не такая была хорошая так что ты не расстраивайся ну ладно может мы здесь справишь конечно нужно отметить и действием нет собери соберемся я там просили чтобы показали покажу покажу я еще тебе пену вот перекачаю эти видео которые снимала в швейце мне жалко я столько трудов по тела вот так что там есть тоже что-то посмотреть что а посуде мы еще не заканчивая что любимое у меня сейчас подумаю сейчас подумаю не стали нравятся почему-то английские различные запала на на что-то английская да он не всегда тонким не всегда какой-то изящный но нем есть вот вот такое вот ощущение домашности вот этих коттеджей где ты сидишь там ну да как бы под фольклор он как-то переносит тебя вот в какие-то те времена которые мне нравятся поэтому наверное мне он нравится да английский фарфор он узнаваемый он очень да теперь очень узнаваемый больше соприкоснулась и уже ты уже знаешь что уже можно узнать не английский нравится фирма помона вот у нее керамические чашки там есть и вазы для яиц там и много чего но фирма хорошая очень это красивые рисунки мне нравится велерои бог но но более старый англия тоже да нет германии да велерои бог тоже красивый вот у него ну говорят что у него какой-то особый рецепт фарфора не знаю насколько это правда мне все нравится с этими цветочными рисунками где всегда какие-то красивые вот там лесные полевые садовые цветы я не знаю я прямо готова все скопить все красиво лишь бы это было ну качественно если это деколь чтобы она была очень качественная деколь же тоже может быть ну да конечно качественно и другой раз ты можешь рассматривать и не понимать она написана или нет и наоборот есть такая ручная роспись что ее только под лупой можно рассмотреть что это действительно мы вот покупали моей дочке одну вазу и мы рассматривали меня муж художника и он тоже рассматривал и потом мы поняли что да это ручная работа так что мастера были были это тоже мэйсон тоже у меня есть две тарелочки мэйсона они прекрасно да с эти цветочками конечно но мэйсона много подделок это очень тоже нужно знать вот смотреть как марка правильно нарисованы все подделывают духи подделывают фарфор подделывают обувь там одежду бренды сумки а главное люди согласны на это вот в чем беда что люди согласны на это что как бы иметь это я понимаю что это дешевле что это по карману многим но все равно мне кажется как-то себя тешит что это например там гуччи вот или armani а это совсем не то ну да почему почему если вещь качественная почему обязательно на на ней но нужен чтобы был бренд вот есть на на категории людей которых для которых это имеет значение скажем так да я думаю что скорее это более состоятельные слои общества они как бы друг другу доказывает что они состоятельные что они могут сюда я могу вот это у меня себе позволить и у меня такая одежда и в такую оперу я хожу вот и все это это смешно конечно это смешно но это будет всегда было и конечно да для кого-то это имеет значение ну и хорошо они не понимают нас а мы вот мы живем в разных мирах хотя но ничего же рядом параллельно хотя рядом все хорошо